И так, продолжаем читать вопрос, где найти японские рафсканы. Сегодня мы поговорим о том, где найти рафсканы к манке, которая выпускается в интернет-журналах. Чтобы сейчас узнать, в каком конкретном у нас журнальчике выпускается наша манка, то есть в интернет-журнале или в обычном журнале печатном, то мы просто-напросто берем название этой манки, копируем, можно даже теперь уже и английское название, Ctrl-C копируем, в Google вставляем в поисковую строку, находим статейку, допустим, в той же самой Википедии, и в Википедии тут сбоку у нас написано, что манка публикуется в Ганган Онлайн. Манка, не моя вина, что ее не популярна, публикуется в интернет-журнале Ганган Онлайн. Давайте мы перейдем на его страничку, Ctrl-V, переходим на нее. Так вот, значит, в Ганган Онлайн, тут у нас помимо Ватамото можно найти кучу другой манги, если вы японский знаете, то вы, допустим, разберетесь, как тут с навигацией разберетесь. Нам нужно найти Ватамото. Так, она тут есть по картиночкам, так, вот она, она тут есть по картиночкам, мы ее легко тут нашли. Так вот, что мы тут видим? Мы видим, что 5 марта этого года вышла 173 глава, и ее можно уже почитать, Йому. То есть, если мы нажмем сюда, то мы перейдем на читалочку. Помимо последней главы, которая вышла, у нас тут есть еще какая-то дополнительная штукенция, первая глава и еще какая-то, что-то тут такое непонятное, нулевое что-то, да. Так вот, значит, что у нас тут есть еще? Значит, обычно на Ганган Онлайне мы можем почитать первую главу для того, чтобы узнать вообще, с чего все началось, да, вот это вот начало истории вспомнить. И последняя глава, которая у нас есть в онлайн читалочке, доступная. Она у нас будет доступна до 15 апреля, а 16 апреля выйдет уже 174 следующая глава. Пока что кликаем на Йому сюда, читать, и у нас включается наша читалочка. Из таких читалочек можно вытащить картиночку. Дело в том, что если у нас есть картинка в данном таком формате, то, значит, к ней есть какая-то ссылочка, и, значит, к ней эту ссылочку можно найти и ссылочку эту скачать. Правая клавиша здесь не работает, а нет, она работает, но работает не так, как нам нужно. Мы нажимаем клавишу F12, я пользуюсь браузером Mozilla Firefox, нажимаю клавишу F12 при помощи вот такой искательной штукенции, нахожу картинку, нахожу код, где у нас прописана данная картинка, и вот оно, вот эта картинка. Просто-напросто нажимаем правой клавишей, копировать URL данных изображения, и в новой вкладке Ctrl-V, Enter, перехожу на ссылочку данной самой картиночки, и вот она моя картинка. Могу нажать правой клавишу, могу ее сохранить как на компьютер, и это как бы такой простенький способ, как можно вытащить картинку с данных читалок. Эти читалочки, они постоянно обновляются, они пытаются сделать такой механизм, чтобы мы не так просто не смогли достать картинку. Допустим, в том же самом Vatomote, да, допустим, если мы нажмем, секундочку, вот там это какой-то special там был, да, секундочку, который нулевой, да, нулевой, да, да, сегодня у меня слово поразит, да. Вот наш special нулевой, если мы на него нажмем, то мы увидим, что в данном случае у нас читалка уже немножко другая, да, то есть до этого была одна читалка, а здесь у нас другая читалочка. Нажимаем F12, пытаясь найти нашу самую картинку, пытаясь найти, и вуаля, он уже не в AMG записан, а в конвасе каком-то. И чтобы отсюда его вытащить, если мы снова нажмем копировать у RL данное изображение, вставляем ее сюда, Ctrl-V вставляем, ждем. Какое-то время то мы видим, что он скопировал нам обе странички, плюс еще какую-то рамочку, плюс еще страничка в очень маленьком формате. То есть мы ее приближаем и видим, что тут у нас все пиксельное-пиксельное, и все как-то не очень качественное, да, такое получилось. Что делать в таком случае? В данном случае можно сделать следующее. Мы можем немножко похитрить и сделать такую фигнюшку, фишку. Этот конвас мы его немножко изменим. Мы, секундочку, мы его сделаем в формате режим вот такой. Это у нас режим просмотра на мобильных телефонов. И теперь мы размер экранчика вот этого можем менять. То есть как мы будем видеть данную картинку на телефоне, допустим. И здесь мы можем размер экрана поменять и сделать его большим-большим, каким нам нужно. То есть мы его растягиваем, растягиваем до невозможности. Вот такой, не знаю, еще можно растнуть, еще можно растнуть. И вот теперь, когда у нас картинка в большом таком формате, вот теперь нажимаем на наш конвас правой клавишей, копировать URL данных изображения, Ctrl-V, вставили ссылочку, переходим по ссылке, и вуаля, у нас картиночка уже большая появилась. Секундочку. Нет, не большая. Почему? Потому что я, наверное, не сохранила, да? Бывает такое, что не сохранилась. Копировать URL данных изображения. А, секундочку, я просто по инспектору по ногу уже нажать. Вот, теперь вот это вот оно, вот он наш размерчик большой. Его копировать, ссылка данных изображения. Теперь в Ctrl-V вставляем, Enter. И теперь у нас должна быть большая-пребольшая картинка, которая нам нужна. Немножко это занимает побольше времени, потому что ссылка гнющая. Да, ему сложно это все сделать. Сейчас, секундочку, подождем немножко, пока он все рассчитает. И вот она, вот она, наша самая большая-пребольшая картиночка. Вот ее можно приблизить. Снова все лагает, потому что картинка очень большая. Секундочку. Вот. И вот в таком формате, в таком уже большом формате, уже можно спокойненько ее правой клавишей нажать и сохранить, куда нам надо. Немножко подлагивает, конечно, в такой способ, но все равно можно этим способом воспользоваться. Почему подлагивает? Если я в блокноте вставлю ту самую ссылку, Ctrl-V, секундочку, уже даже блокнот подлагивает, да, то есть там такая большая ссылка, что уже даже блокнот не отвечает. Ладно, чуть подождем, может все-таки отвиснет немножко. Давай, отвисай. У меня завис компьютер из-за этого блокнота, поэтому пришлось немножко по-новому начинать. Так вот, значит, у нас такая длинная ссылочка была, так сильно все висело. Почему? Потому что здесь у нас используется такой механизм, что эта картинка у нас состоит не из одной целой картинки, а из такого как бы зашифрованного файлика такого, да. То есть если мы нажмем здесь на кнопочку «Сеть», то мы увидим, что здесь у нас есть эти вот JP-шки, 0JP, допустим, вот этот вот, уберись, уберись, я говорю, еще вот такой 0JP есть, и они состоят из маленьких таких фрагментиков каждой странички. То есть если мы нажмем «Скачать», секундочку, «Сохранить изображение как», допустим, сохраним на компьютер себе, и откроем его, вот это вот, то видите, из чего состоит одна картинка? Она состоит из квадратиков. И эти квадратики, вот этот квадратик из одной странички, другой квадратик из другой странички и так далее. То есть вот как бы картинка, вся вот эта вот манга, она зашифрована вот в таких вот квадратиках. И только вот эта вот читалочка, как механизм этой читалки, знает, какой квадратик куда вставить. То есть вот эта длиннющая ссылка, почему такая длиннющая, потому что там прописана вся маршрутизация, какую квадратку я вставил, чтобы вот эта картинка вся соединилась воедино. И создатели таких учиталок, они стараются делать как можно больше таких сложных механизмов, чтобы мы так легко не смогли достать картинку из интернета. Но если картинка есть вот тут вот, то всё равно есть способ, как её достать. Если вы знаете, как это, ну, у вас есть какие-то знаки там этого программирования, там, там, из Java, либо постдактмл какой-то, то, я думаю, вам не составит труда всё это дело разузнать и раскусить их план, так сказать, да? Так вот, дальше поехали. Значит, это был у нас Ганган онлайн. Есть ещё читалочка maccomi.com. Здесь, в принципе, почти что то же самое. Единственное, что тут какая разница, это что, во-первых, тут у нас помимо последней и первой главы, можно также почитать ещё какие-то парочку первых глав, допустим, не одну только первую главу, а две первые главы. И также три последние главы можно тут почитать. То есть немножко побольше вариаций, ну, побольше того, что можно нам почитать. То, что было между этим делом, уже всё пропало, скинуло в летах, только в печатном томике вы можете найти. Здесь также ещё есть читалка, где у нас не нажимается ни правая клавиша, ни F12. Но, в принципе, это тоже такая не проблема, если вы знаете, как это дело обойти, то, ну, в смысле, если вы знакомы с HTML, если вы знаете немножко программирования, интернет-программирования, то тут эту штучку, эту проблему, не нажимание клавиши F12 и не нажимание клавиши правой на мышке вы тоже сможете обойти. Вот. Есть ещё журнальчик Shonen магазин, у него читалка точно такая же, как и вот на этой штукенции, то есть не работает ни правая клавиша, ни F12, так, допустим, вот, допустим, так, манга, она у нас знаменитая довольно-таки. Вот, такая же тоже читалка, правая клавиша мышки не работает, F12 у нас тоже не работает. Разница от, допустим, вот этого в чём? В том, что здесь у нас на maccom.com у нас есть только парочку первых и последних глав. Здесь у нас есть все главы. Нажимаем, допустим, вот это вот «Развернуть» и мы видим, что здесь у нас все-все-все главы доступны к чтению. Красненькая-красненькая – это у нас бесплатные главы, то есть те, которые мы можем нажать и сразу почитать. Это у нас обычно первые самые главы. Секундочку, где они там? Вот самые первые парочку глав, то есть завязка сюжета. Потом какие-то бонусные главы, которые, как бы, становятся, что это мало что имеет отношение. А также последние парочку глав, которые, ну, недавно, так сказать, вышли. Вот, их тоже можно почитать. Остальные главы можно почитать за пункты. 50 пунктов стоит, допустим, одна глава. Не знаю, ПТ – это пункты или, там, не знаю, ПТ-ни какие-нибудь, ПТ-ни. Как он называется? Пай? Пойнта, пойнты. Ну, пойнты. За 80 пунктов можно почитать последнюю какую-то доп. главу, заключительную главу, допустим. Вот, чтобы эти пойнты у вас были, вам нужно зарегистрироваться на этом сайте и положить туда реальную денежку и получить свои какие-то пойнты. Возможно, там есть еще какие-то другие способы пойнты заработать, но я, честно говоря, в этом пока что не разбиралась. Далее есть еще сайт comico.jp. Этот сайтик тоже очень похож на вот этот вот Shonen магазин, то есть там тоже можно почитать полностью всю мангу от первой главы до последней за определенные пойнты. Разница состоит в том, что здесь у нас манга, веб-манга, та, которая у нас такая, знаете, такая длинная, листающая. Сейчас покажу, в чем вот такая вот штукенция, да, то есть вы листаете вниз и вот так вот ищите ее. Здесь также можно через F12 найти нам нужную картинку, находим нужный нам элемент к картинке и ее вот так вот просто-напросто скачиваем. Опять-таки копировать URL данных изображений в новой вкладке, вставляем сюда, переходим по ссылочке и вуаля, наша картинка, вот она, кусочек картинки сохранился. Там надо, главное, не перепутать, кто из них первый, кто из них второй, да, то есть как бы у нас... Это не одна целая большая страница, а она разделена на несколько таких вот фрагментиков. Вот, здесь еще что есть такое? Здесь у нас есть такая штука, что бесплатно можно почитать... Где у нас какая-нибудь глава, где у нас... Хоть что-нибудь, хоть что-нибудь, где у нас не первая, не одна глава существует. Давайте вот сюда вот нажмем. Я думаю, здесь у нас несколько глав есть, да? Да, здесь у нас есть несколько глав. И, как видите, вот это вот означает, что можно почитать прямо сейчас на компьютере бесплатно. Читаем, 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 читаем. Погодите, что-то тут не то. Здесь можно все почитать бесплатно на компьютере, что ли? Похоже на то. А, нет, стоп, вот нашла. Вот отсюда, вот начиная с 71 эпизода, с 71 эпизода у нас появляется другая надпись. Эта надпись означает, что мы уже с компьютера почитать не сможем. Это здесь мы можем почитать только если у нас есть приложение на телефоне. То есть мы должны скачать сначала приложение на телефон, и там при помощи пунктиков, опять-таки, поинтов наших читать, можно будет дальнейшие главы. А все остальные главы, которые с таким вот знаком обозначающие, их можно на компьютере, через компьютер почитать. Кликаем сюда. И вот на читабельная глава. Те главы, которые у нас можно читать только на телефончике, они у нас либо за пунктики, ну, за реальные денежки какие-то, либо же у этого данного сайта, как comico.jp, есть еще вариант, то что вы можете читать одну такую главу, так сказать, платную главу, бесплатно в день. Одну главу в день вы можете почитать бесплатно. Если хотите дальше читать, ну, в тот же самый день почитать следующие главы, то уже нужно потратить ваши пунктики. Если же вам достаточно такой скорости, что одна глава в день, то, пожалуйста, можете так делать. Как вытащить сканы из телефона? Тоже у меня где-то есть видяшка, я уже записывала ее, повторяться не хочу. Я просто-напросто оставлю ссылку в описании этого видео на эту самую видяшку. Я ее записывала не на YouTube, я ее записывала ВКонтакт. И, честно говоря, я не очень хочу, чтобы этот способ, он как бы сильно-сильно распространялся по интернету, потому что если он сильно распространится по интернету, то эти создатели данных сайтов, данных читалок, они будут искать способы, как зашифровать свои картинки, чтобы мы не могли их скачать. Поэтому чем меньше будет разгласки вот такой, то тем лучше. То есть, допустим, то, что Ганган онлайн делает, честно говоря, не знаю, почему они так делают, но все равно как бы есть все равно способы, чтобы... То есть, как бы я, которая не особо в программировании шарю, да, я как бы изучала программирование, но все равно не особо так хорошо. И даже я вот смогла это сама тут добраться до сути, добыть нужную мне картиночку. Вот здесь, допустим, мне уже нужно будет побольше покопаться, потому что нужно сначала найти, как отменить блокировку на кнопочку R12, допустим, да, и потом, как только отменю эту блокировку, тогда уже можно будет уже через кодик там что-либо что-нибудь да и найти. Ну и последнее, что тут можно еще сказать, то, что если вы не знаете, как, допустим, копаться в этих HTML-кодах или вы это дело не хотите, просто нажмите Print Screen, открываете любой там, этот самый графический редактор, допустим, тот же самый Painter, Print, Ctrl-V и вуаля, у вас есть уже картинка с вашими этими RAV-сканами. Можно даже так сделать, если вы хотите так заморочиться. Вот, на это, пожалуй, все. Как конкретно там что-то дальше делать? То есть, ну там есть еще, наверное, какие-то, какие-то еще способы достать эти RAV-сканы, но на это, пожалуй, их хватит. Еще хочу сказать, рассказать пример такой, то, что манга Шимосека, да, она тоже выходила в онлайн-журнале, и когда мы, допустим, ее переводили, у нас мы не успели скачать нужные нам главы, да, то есть, мы когда спохватились за это дело, за перевод, оказалось, что там уже в 20-м какие-то главы, там 15-я глава, там 16-я далее, они уже прошли, и их в онлайн-журнальчиках уже, ну в том онлайн-журнале уже не найти нигде было. Я сделаю следующее. Я увидела, что испанцы, испанцы переводили с японского, да, и они на испанский язык перевели эту мангу быстрее всех. Я просто-напросто нашла этих самых испанцев, я написала им в фейсбуке по-английски, то, что, ребята, здравствуйте, я тоже хочу переводить эту самую мангу на русский язык, где вы нашли RAV-сканы. То есть, я просто-напросто спросила у них, у других переводчиков, где они нашли RAV-сканы, и они мне дали ссылку на Google, это самое, на Google Диск, где эти самые RAV-сканы находились. То есть, такой способ поиска RAV-сканов тоже существует до тех пор, то есть, просто-напросто спрашивайте других коллег, ваших переводчиков, где они нашли эти самые RAV-сканы. На этом, пожалуй, всё. Всем спасибо за внимание, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова